На площади более 47 тысяч квадратных метров произвело покос травы Тверское предприятие «Зеленстрой» за прошлую неделю. Кроме того, ведется обрезка декоративных кустарников. Продолжается уход за высаженными цветниками, сообщает Пресс-служба городадминистрации. Между тем, как показывает практика, у муниципальных работников полно куда более приоритетных задач. Например, очистка города от сухих деревьев, которых в областном центре с каждым годом все больше и больше. С каждым годом на улицах Твери появляется все больше сухих деревьев. А ведь это влияет не только на внешний вид города, но и на безопасность граждан. В чем причина появления такой растительности и заражает ли сухостой соседние деревья, если с каждым годом его становится все больше? Эксперты в области ботаники и биологии выделяют целый ряд причин, влияющих на исчезновение влаги из древесины. Например, состояние стресса у растений, которые были привезены из другой климатической среды. Это влияет на иммунитет и подвергает их опасности. Но есть и другие факторы. Старение древесины, старение пород, которые были высажены с одной стороны. Ну и с другой стороны, это все-таки большее, конечно, условие стресса для деревьев, которые они встречают в городе, нежели в тех естественных условиях, откуда когда-то их предки или они сами были привезены в Тверь. Если дерево поржено, да, оно является источником всех самых насекомых. Ученые называют ксилофагами. Ксилофагами, те, которые питаются древесиной или личинки, их питаются древесиной. Поэтому это действительно источник вот таких вот опасных насекомых, которые, не будь их внутри города, может быть, не стали бы поражать слабые деревья. Между тем, усохшие деревья представляют опасность. Летом они могут упасть от сильного ветра, а зимой по тяжестью снега и льда. Нередко страдают автомобили, получают травмы и даже гибнут прохожие. Проблемой обеспокоены депутаты городской думы Екатерина Глебова. Много было и вырезано деревьев, но много сухостоя еще есть. Я считаю, что нам надо улучшить эту программу, чтобы у нас наш облик городской, а деревья-то наши легкие, надо этим заниматься. И не надо перекладывать эту ответственность с одной организацией на другой. Все-таки более четко этим заниматься. Более четко всем этим заниматься – это проводить реальную работу по очищению города от сухостоя. Причем многое зависит от неравнодушия граждан. Если мы видим засыхающее дерево внутри кучи или купы других хороших деревьев, то не всегда это можно отследить. Поэтому первое, что может сделать ответственный гражданин – просто сообщить это в соответствующие органы, в горзеленхоз, которые ровно занимаются учетом и уходом за зелеными насаждениями на территории города Твери. Стоит отметить, что наш телеканал уже не первое лето обращает внимание на проблему погибших деревьев в областном центре. Часть из них муниципальное предприятие «Зеленстрой» действительно спилило. Однако многие стоят до сих пор и к ним постоянно добавляются новые.